и так приветствую друзья и гости канала всем 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 огромный привет и знаете что я нашел идеальный дом я реально нашел идеальный дом для себя потому что вроде бы шале уже не модно хай-тек вроде бы да хотя хай-тек это плохое название давайте разберемся что если дом с плоской кровли да вот это стиль называется у нас минимализм и так что хочется отметить хорошая дорога хорошие подъездные пути я сейчас покажу вам дом который нетипичный для сочи почему нетипичный ну потому что здесь представляет себе 6 соток земли 6 соток земли 6 соток понимаете не 3 сотки не 2 любой другой застройщик уже взял бы построил бы здесь два дома лучше я скажу честно этот дом мой идеал почему я вчера побывал в лазурном берегу 2 там у меня у знакомого квартира которая стоит 100 миллионов рублей это на секундочку 130 метров него третий этаж и у него получается случился армагдец и апокалипсец сейчас там будет делать ремонт если он не позволит я вам покажу что такое купить квартиру за 100 миллионов рублей и что такое плоская кровля что вы понимали что такое плоская кровля и там жесть что там случилось там и то и все и тем более я теперь понимаю что я точно бы не хотел бы плоскую крышу потому что всегда там то одно то другое то третье то четвертое соответственно при этом я хотел бы чтобы дом был современный вот такое да чтобы дерево было все я нашел вот он дом 230 квадратных метров я сейчас зайду вы просто обалдеть дом идеальный цена цена адекватная ну смотрите давайте попробуем разобраться сколько здесь стоит земля и мы находим с вами на сергей поле 2 миллиона сотка минимум 2 миллиона коммуникации это еще 500 тысяч да ну смотрите 12 12 миллионов стоит сама земля плюс конечно же помимо всего помимо земли здесь проведено проведено электричество при том посмотрите да не по колхозному а все сделано под землей красиво нет никаких столбов и так далее это тоже стоит дорого здесь вода здесь современные хорошие септик который рассчитан на 8 человек и конечно же помимо всего здесь сделан уже и забор вот это да сделали проект вот проект этого дома с участком все вместе вот сам проект да просто нарисовать да вот сам проект стоит ребят 500 тысяч 500 тысяч рублей вы можете такое представить 500000 рублей у этот забор обошелся вот такой вот загибиона да такой эти красиво по периметру обошелся в два с половиной миллиона рублей два с половиной миллиона рублей вы�ете представить 2 с половиной соответственно 12 до Да, прибавить 500, получается 12, 500, плюс, соответственно, 2,5 миллиона забор, это уже 15. Да, кстати, разрешение, все думают, блин, наверное, бесплатно дали разрешение. Ну, конечно, в Сочи бесплатно ничего не дают. Бесплатным будет разрешение ждать десятилетиями. За разрешение мне пришлось отдать пятихаточку, 500 тысяч. Я могу сказать, что дешево, потому что у меня, например, мой хороший друг Денис, сейчас строит коттеджи-поселок, и до сих пор, уже прошло 2,5 года, он до сих пор не может получить разрешение ни за какие деньги в Адлере. Ну, и в общем, как бы так. Теперь давайте посмотрим, что же здесь. Посмотрите, да, вот эти вот камни. Я не знал, что вот такие вот камни могут придавать такой вот красивый интерьер. Участок однозначно зачетный, да, парковка, да. Кстати, вот в эту стоимость, которую я сейчас вам озвучу, входит как раз вот такой вот паркинг, может спокойно поставить два автомобиля, выездные ворота, и все сделано такое красивое. Давайте мы назовем это не стиль, не хай-тек. Хай-тек – это вновь же технологии. Вот если, например, здесь делать технологии «Умный дом», там еще что-нибудь, да, там управление, там Яндекс, там Алиса и тому подобное, получится, да, получится хай-тек. А сейчас это стиль, все-таки мы будем называть своими именами. Стиль минимализм. Этот стиль сейчас модный, любой нормальный человек хочет себе вот именно дом в стиле минимализма. Ну, как все нормальные люди, которые посмотрят видеоролик про «Лазурный берег-2», что случилось с квартирой за 100 миллионов рублей, 50 раз задумаются, скажут, блин, а может, все-таки простая классическая крыша. И вот здесь вот как раз в сочетании, да, здесь такая крыша получается у нас покатая, да, где там ты будешь знать точно, что у тебя ничего не случится. И в то же время как бы дом такой-то современный. Да, кстати, сделано здесь все хорошо. Есть фотографии всех промежуточных работ. Ну, и вот здесь вот есть помещение, сейчас не буду показывать, там много хлама, 18 квадратных метров. Это, блин, это классно, когда в доме есть такая возможность. А вот здесь, кстати, можно собирать грибы. А вот здесь вот недалеко, в 500 метров от нас, находится 28-я школа. А также в 700 метрах от нас находится озеро, где можно рыбачить, где можно сходить на рыбалочку и половить карпика. Представляете себе? Ну, классно. И сюда дорога хорошая, дорога шикарнейшая. И это решение, да, вот это мне тоже понравилось. Посмотрите, да, как обалденно сделали. Ну, реально круто же, да, вот здесь вот сидеть на беседке и так далее. Ну, и теперь давайте посмотрим сам дом. Сразу давайте мы дойдем с вами еще до террасы, не переживайте, сам домик. И так 5 минут просто болтовни, кто-то скажет, показывают дом. Я вчера смотрел обзоры и там по часу показывают дом, ничего страшного. Целый час показывают и никакую информацию не получают. Итак, ребят, дверь. Вы где-нибудь такие двери видели? Вот на кнопках, которая там к электричеству подключается. Где-нибудь такие двери видели? Эту дверь ждали 4 месяца. Ну, представляете, какая дверь? Прикольная? Прикольная. Итак, на входе гардеробная. Хорошая, нормальная гардеробная. Это у нас. Здесь у нас как раз будет газовый котел. Здесь будет резервно-электрический котел, как это все нормальные люди делают. Ну, и, конечно, здесь будет разводка на те же самые теплополы и так далее. Ну, и здесь санузел. Теперь давайте посмотрим вот эту часть. Вот в этой части, по идее, должна быть родительская спальня, либо гостевая, ну, чтобы наверх никому не ходить. Извиняюсь. Круто, круто. Вид на лес, дорогие алюминиевые окна. В общем, все как положено. Выста потолков 3 метра. Следующий мы с вами заходим в помещение, которое у нас обзывается. Посмотрите, да? Называется кухня-гостиная-кухня-столовая. И давайте попробуем разобраться, что же здесь такое есть. Зона кухни с естественным освещением. Это реально очень круто, ребят. Стены отштукатурены, проводка сделана. Ребят, ну, круто же. Ну, и, соответственно, вот такой вот у нас, да, второй свет. Это то, что я хочу. Это мой идеал. Да, кстати, я очень много пересмотрел варианты домов, понимая, что мне второй свет нужен. И действительно, вот это на данном этапе мой идеальнейший вариант. И я не хотел себе хай-тек по одной простой причине, да, или, как скажем, дом с минимализмом, с плоской кровлей, по одной простой причине, потому что вот я себя за крышей переживаю. Ну, как бы я по некрасу понимаю, у нас все застройщики предпочитают себе что-нибудь такое, с двухскатной крышей, как бы это надежнее, безопаснее и так далее. А вот здесь вот идеальный вариант. Вот она кухня, зона, где можно, не знаю, разместить в конце концов, мягкую зону, диван и так далее. И самое прикольное, вот самое прикольное, вот то, что здесь есть возможность выйти на летнюю такую террасу. Я сразу говорю, если бы я себе этот дом брал, я бы на все забил бы, на все забил бы. Я бы все-таки вот здесь поставил бы стекла, просто такие обычные. Я бы как бы из нее сделал бы теплую, ну, реально, потому что вот свободная была бы вот здесь. А здесь получилась бы, по сути, полноценная обеденная зона, потому что здесь легко поставить те самые стекла, посмотрите, легко поставить. И получилось бы очень даже все прилично и хорошо. Но это мои заморочки, я бы сделал так. Ну, реально, я бы сделал так. Теперь, что касается самой кухни. Кухня нормальная, здесь, соответственно, можно разместить обеденную зону, ну, и, само собой, здесь же там такую зону, такой телевизор и все остальное. А вот в этом месте бы я все равно поставил бы такой камин. Камин, 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 еще раз хочется. Теперь, что касается лестницы. Почему она не бетонная? Бетонная лестница, она самая дешевая. Вот если посмотреть, самая дешевая бетонная лестница. Я вчера смотрел обзор домов с минимализмом, да, вот как раз вот такого рода, да, в Подмосковье, в Санкт-Петербурге. И везде вот именно вот такая лестница, такая должна быть воздушная лестница, не бетон, именно воздушная. И, конечно же, везде я смотрел, что вот эти накладки делают такие, как под дерево, там либо делают прозрачные. Ну, действительно, очень круто. Вот, например, для себя понимаю, что я бы не хотел бетонную лестницу. И вот этот вариант, то, что вот сейчас есть, да, это самое то, потому что ты действительно можешь сделать лестницу такую современную, воздушную. Только, знаете, только в Сочи у нас делают бетонные лестницы, потому что я вчера пересмотрел, наверное, обзоров 8 разных домов. И вот такие современные дома, современные именно, да, ни у кого нет бетонной лестницы. У всех вот такие, как-то они сделаны, там подсветка такая, чтобы не раздражала, такая воздушная, да, чтобы место не съедало. И здесь действительно сделано так, сделано очень круто. Теперь давайте поднимемся с вами на второй этаж. Это, кстати, идеальный дом, который подойдет именно для меня. Но для многих из вас он не подойдет. Почему? Потому что все гоняются у нас за комнатами. Я, например, уже несколько раз вам озвучивал, что мне, в принципе, от дома нужно всего лишь две спальни. Но так как здесь еще есть и гостевая спальня, то здесь уже есть, в принципе, три спальни. Потому что на втором этаже, вот у нас есть одна спальня с высокими потолками. Да, видите, это уже разводка и штукатурка сделана. Соответственно, есть возможность выйти на балкон. Балкон будет доделан. Тоже здесь, наверное, заметили, везде такая подсветка. Все красиво. Этот дом у нас будет убран. Кстати, зона не оползневая. Тому дому 70 лет, тому дому 80 лет. И все стоит, ничего не ползло. Здесь рядышком будет еще один домик одноэтажный. Тоже будет в стиле минимализма сделан для родителей. Место тихое, спокойное. Дорогу всегда более чем комфортное. Чтобы выбрать это место, застройщик пожил сначала год в Адлере. Сейчас мы с ним общались. Потом после года в Адлере говорит, не хочу, непонятно что, непонятно как. Поэтому перебрался. Ну и здесь вот мастер спальня. Что хорошего в мастер спальне? Мастер спальня имеет свой санузел. Ну и в целом хорошая, нормальная комната. Вот здесь можно сделать прям гардеробную просится. Прям большую гардеробную. И, конечно же, вот с этой стороны имеется санузел. Я сразу говорю, если бы я этот дом себе каким-то чудесным образом купил бы, я бы, наверное, вот здесь бы вот эту стену продлил бы вот отсюда. Дальше продлил бы. Тем самым я сделал бы гостевой санузел еще больше, реально больше. Сделал бы гостевой. Давайте мы сейчас с вами немножко отойдем, чтобы вы могли сориентироваться. И тем самым, тем самым автоматически у меня стал бы больше и санузел, который у нас хозяйская спальня. Он бы стал бы больше, он бы стал бы шире. Но во всяком случае я бы сделал так. Хотя 100 людей, 100 разных мнений. Потому что вот этого, ну как бы этого пространства, в принципе, хватило бы за глаза. Но я именно хочу себе вот дом, чтобы был второй свет. Вот именно хочется вот, чтобы было вот именно так. В моем понимании вот этот дом соответствует всем моим требованиям. Да, две хорошие спальни, санузел внизу, санузел наверху. Внизу, соответственно, есть кабинет рабочий, где ты можешь там поработать, либо там для гостей. В принципе, без проблем. Вот оно, да, вот с этой стороны получается. По поводу, я сначала хотел, чтобы кухня-гостиная была больше. Нет, не нужна больше. Здесь за глаза хватит. Вот она, зона кухни. Разместить стол, один там, один здесь. В общем, все, что нужно, то вы можете и сделать. Теперь, конечно же, по поводу дополнительных, да, 6 соток участок, да, дает очень много возможностей. Ну, реально очень много возможностей дает. Почему? Ну, смотрите, например, вот с этой стороны можно сделать спокойно и зону барбекю. При желании можно сделать такую баньку, да, небольшую. Без проблем вы можете поставить баню. Можно сделать бассейн. Потому что тоже изначально думали для родителей, например, если бы, например, мои родители покупали бы дом, да, или захотели бы себе дом, им бассейн даром не нужен. Потому что бассейн обходится 5-6 тысяч рублей в месяц. Кто-то скажет, да нет, кто покупает такие дома. Кстати, этот дом стоит 40 миллионов рублей. 40 миллионов. Торого, нет тут слова совсем. Кто пока такие дома покупает, там без разницы. Нет, ребят. И даже когда покупают дорогие автомобили, да, посмотрите, вот сейчас половина дальневосточников у нас передвигается на курзаках. И на этих курзаках стоит что у нас? Ну, кто мне скажет, ребят? И на этих курзаках, ребят, чтобы вы понимали, стоит газовое оборудование. Да, считают деньги. Да, считают. Утешают себя, что на газу безопаснее, экологичнее и тому подобное. Но стоит газ. Если уж на то пошло, у меня есть знакомые, да, у которых очень много денег, но которые поэтому бассейн на зиму консервируют. А есть те, у меня тоже знакомые, у которых бассейна есть, например, возможность подогрева, да, подогреваем бассейн. Они его отключают, потому что, блин, все равно много жрет электричества, много то, много всего и так далее. Понимаете? Поэтому, поэтому, ребят, это заблуждение. Все считают деньги. И, конечно же, если, например, в дом, например, приезжать и пользоваться, например, как, например, дачей, но сами посудите, ну, кому, блин, нужно там затраты на бассейн и тому подобное. Но лично я бассейн бы сделал бы, ну, прям совсем маленький, как вот мы вот бываем в баньке. И действительно, чтобы дала холодная вода, чтобы лишний раз туда никто не лез, чтобы просто после бани взял и все. И вот здесь посмотреть, по идее, да, можно сделать такую небольшую баньку, можно сделать ту самую купель, и места хватает, хватает за глаза. Ну, в общем, как бы так. Природа, красота и цена 40 миллионов. Кто-то скажет, дорого. Ну, ребят, я же уже знаю, что у меня эксперты же, ну, реальные эксперты. Ну, смотрите, участок 12 миллионов, коммуникации еще 500 тысяч, да, 12-500. ГАЗ-то еще 500 тысяч выйдет, 13 миллионов получается. Проект 500 тысяч, да, уже 13-500. Соответственно, разрешение еще 500 тысяч, да, уже 14 миллионов. Теперь, получается, забор, да, по периметру вот такой сделать, уже еще 2,5 миллиона рублей. Уже получается 16,5. Ну, и построить, в конце концов, и такой дом, да, вот тоже нужны какие-то там деньги и так далее. Само собой, если вы вдруг найдете дешевый участок и так далее, вы, может быть, и сможете сэкономить. Но с теми ценами, которые сейчас на участке, да, 2 миллиона, 2,5 миллиона за сотку, и даже на Красной Воле, да, такие предлагают варианты, я думаю, проще купить готовый построенный дом. Если честно, этот дом строили для родителей, но рядышком застройщик построят родителям одноэтажный, потому что все-таки хочется, чтобы был дом в один этаж. Так вот, вы видите, да, все красиво, все классно сделано. Если бы сюда приехал мой папа, он бы точно в это место бы влюбился, если бы узнал, что здесь рядышком есть озеро, рядышком школа есть, да, там, как бы, есть все 33 удовольствия, ну, реально круто. Вот так вот так. На этом с вами прощаюсь. Желаю вам всем хорошего настроения, побольше всем позитива. Понимаю прекрасно, что вам хотелось бы что-нибудь такое подобное, там, не знаю, там, за 3 миллиона рублей, там, а может, лучше за 2,5. Ну, волшебства в Сочи не бывает, ребят. Ну, не бывает волшебства. Вы же меня извините. Не бывает волшебства в Сочи. За качество нужно платить. В Сочи дома начинаются от 20 миллионов рублей. Дешевле 20 ничего нет от слова совсем. Если земля только стоит минимум под любым домом, там, 10-12 миллионов. Особенно, если вдруг выбираете вот такого плана, чтобы было 6 соток и так далее. Поэтому, ребят, на этом с вами прощаюсь. Если вдруг заинтересовались этим домиком, обращаемся с большим удовольствием. Помогу вам приобрести. На этом всем добра и пока. Редактор субтитров А.Семкин